На протяжении 10 лет 34 батальоном ЗМС-Ардзе руководил полковник лейтенант Гуннер Визулис. А начиная с 29 июля эту должность занял майор Оскар Омуль. Проводить уже бывшего главу приехали не только его коллеги по ЗМС-Ардзе, но и начальники управления полиции, пограно-охраны, пожарно-спасательные службы, а также представители самоуправлений Даугавпелса и Даугавпелского края. Каждому офицеру во время его службы предписана карьерная линия, которая обозначает промежутки времени, которые он должен провести в нужных должностях. Пришел мой черед сдать должность другому командиру. Сам я уезжаю служить в международный штаб, который расположен в Польше, и там буду выполнять обязанности штабного офицера. Гуннер Визулис не считает новую должность повышением, называя ее просто другим местом службы. В Польше он будет представлять Латвию в качестве главного военного офицера и курировать сучения и семинары, которые будут проводиться между двумя странами. Основной задачей Гуннера Визулиса по-прежнему останется обучение наших солдат военному делу. Офицеры не склонны предаваться эмоциям, и все же в этот день по признанию Гуннера Визулиса ему было грустно. 10 лет проведя в Далгопилсе оставляет большой отпечаток не только на твоих служебных бумагах, но и в сердце, и в душе, потому что придется оставить, само собой не навсегда, но на какое-то время своих коллег по службе, своих уже бывших подчиненных, с которыми 10 лет служили вместе, само собой будет не хватать тех коллег и друзей, которые представляют другие наши службы обеспечения безопасности. С ними проведено очень много времени, планируя различные мероприятия, а также участвуя в разных ситуациях, которые требовали резкое и незаметное вмешательство. Поэтому этого будет не хватать. В торжественной обстановке Гуннер Визулис передал новому командиру должностной обязанности и флаг батальона. Новый командир 34-го батальона Оскар Омуль родился в Резек, в Нинском крае. Его служба в национальных вооруженных силах началась в 36-м пехотном батальоне Зема Сардзе в 1992 году. Затем последовали студенческий батальон и 31-й батальон защиты от оружия массового уничтожения. Он закончил Национальную академию обороны, Балтийский колледж обороны, учебные курсы в США, Дании и Швеции. Назначение на должность командира 34-го артиллерийского батальона не стало для него неожиданностью. Я учился в Эстонии. После твоей школы нормально назначают офицеров командирами батальонов, начальниками разных отделов. Так что, в принципе, что-то такое ожидалось. Конкретно сюда, ну я не скажу опять, что сюрприз, я знал, что предыдущий командир отправляется за границу, подраздения были. По словам Оскара, омули ему придется нелегко. Гуннер Визуализ был очень хорошим командиром, который многое сделал для батальона. Новому начальнику нужно будет продолжить намеченный путь. У меня тоже хватает амбиций, идей, как это все делать и продолжать. Ваши первые действия в новой должности? Мои первые действия? Ну, скажу так, учиться. Учиться, потому что батальон большой, хозяйство большое. Все равно надо привыкнуть, узнать людей, узнать. Мы тоже в батальоне очень сотрудничаем и с силовыми структурами, которые, как робош, средополиция, а так далее, а также и самоуправлениями. Узнать, какие люди, что контакты и так далее. Уже на следующей неделе в батальоне намечено обучение ЗМС Аргов. И у нового командира будет возможность увидеть своих подчиненных в действии. А Гуннер Визуализ отправится на службу в Польшу в штаб Северо-Восточного многонационального корпуса НАТО. Продолжение следует...